Азов Инфо Спорт Наша команда 1996 года вышла в финал чемпионата России. Нужно отметить, что в первый раз за много лет наша основная азовская команда вышла со своей зоны в квалификацию. Ну и наверное в конце года уже всем такое, как можно сказать, сюрприз сделали ветераны наши основные, которые участвовали в первенстве области, вышли в финал, играли очень в упорной борьбе, уступили ветеранам Ростова, но вместе с тем вошли в историю ростовского футбола. Особая работа уделена увеличению активности болельщиков. Благодаря этому количество зрителей на стадионах возросло в полтора раза. Чтобы людей каким-то образом привлечь, мы развернули очень активную рекламную кампанию. Мы стали изготавливать афиши, расклеивать их на остановках, расклеивать их в местах общего пользования людей. Азовская федерация провела и организовала около 200 матчей среди взрослых и детских команд. Проблема недостаточного количества судей на играх есть в каждом муниципальном образовании России. В этом году Азову удалось выйти на один уровень с Ростовом. Внутренние матчи судили два арбитра. Естественно, в первую очередь выразить слова по благодарности предыдущему исполкому. Много осталось нужного. Но вместе с тем мы попытались расширить информационный фон работы исполкома. Мы открыли сайт, который работал весь год. Мы открыли аккаунты в социальных сетях. Согласно рейтингу футбольных клубов среди муниципальных образований Ростовской области, Азов занимает 5 место из 55 возможных. Молодежная сборная нашего города имеет лидирующие позиции среди азовских команд. В конце заседания победители городских соревнований и лучшие арбитры получили награды. Александр Истомин, Олеся Слынько, Азовинфоспорт. На минувших выходных в легкоатлетическом манеже ДГТУ города Ростова состоялся областной турнир среди юношей и девушек 98-99 годов рождения. В памяти заслуженного тренера России Петра Данилкина. Азовские спортсмены успешно выступили в лично командном первенстве. Андрей Гайдуков стал серебряным призером в прыжках в высоту. На дистанции 60 метров с барьером Руслан Галлега занял 3 место. Доли секунд не хватило азовчанам в эстафетном беге, чтобы зацепиться за тройку призеров. Ребята занимаются под руководством старшего тренера-преподавателя ДЮСШа номер 2 Марины Витальевой. В течение двух недель в детской и юношеской спортивной школе номер 3 проводят предновогодние турниры по футболу. В настоящее время определены победители в двух категориях. Первое место в возрастной группе 2007 года рождения заняла команда школы номер 9. Воспитанники общеобразовательного учреждения номер 14 заняли лидирующую позицию среди учащихся 2005-2006 годов рождения. Соревнования продлятся до 21 декабря. В городе Ростове-на-Дону состоялся открытый областной турнир памяти заслуженного тренера России Михаила Ткаченко по спортивной акробатике. Воспитанники специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 успешно выступили на соревнованиях. Соревнования уже традиционные, проходят уже не один год. В этом году собралось 222 участника. Из городов присутствующих были на этих соревнованиях Азов, Ростов, Пятигорск, Новочеркасск, Волгодонск, Туапсе, Краснодар, Ставрополь. Азова команда, которая ездила выступать по наивысшим разрядам, которые по мастерам спорта. Тройка заняла третье место по кандидатам в мастера спорта в упорной борьбе среди многих соперников. Обошли всех на первом месте стали. Четверка мужская выступала по первому взрослому разряду, тоже заняла первое место. Выступала женская группа по маленькому разряду, это в третьем взрослом разряде. Они тоже заняли третье место, как и мастерская группа. И женская пара по второму взрослому тоже упорно боролись, но завоевали третье место. Тренеры из города Азова готовили спортсменов. Это польская Виктория Эдуардовна с хореографом Новиковой Светланой Анатольевной. И вторая группа тренеров, это Гордикова Наталья Вадимовна, Шенкаренко Максим Олегович и предатка Елена Анатольевна. В шахматном клубе «Ладья» прошли квалификационные турниры в четырех категориях. Воспитанникам секции присвоены спортивные и массовые разряды. Велини Калмычек, Международной шахматной федерации присвоено звание кандидата в мастера ФИДЭ. Алексей Лавриченко, директор детско-юношеской спортивной школы номер 3, подвел итоги работы учреждения за текущий квартал 2014 года. Детская юношеская спортивная школа номер 3 основана в 1997 году. За это время выпущено тысячи воспитанников, многие из которых продолжили свою спортивную карьеру на международном уровне. Работы школы направлены на обеспечение здорового образа жизни подрастающего поколения и развитие массового спорта. Всего учреждения дополнительного образования занимается около 800 воспитанников. Учитывая то, что направление наше основное это развитие массового спорта, так я вам скажу, что за последний квартал этого года мы провели более 25 мероприятий, как общегородского масштаба, так и внутришкольного. Подобные соревнования только уже в Белой Ладья у нас проводятся на отделении шахмат. Это тоже соревнования, которые дают право участия в областных соревнованиях и далее всероссийских. Вот тут как бы по шахматам необходимо ответить, что у нас ребята в этом учебном году заняли первое место в области, принимали участие в ЮФО и там тоже показали достойный результат. В 2014 году воспитанники спортивной школы стали участниками муниципальных, областных и всероссийских соревнований. Необходимо отметить, что ранее таких результатов у нас город наш не добивался, чтобы в финале первенства России, где играют команды мастеров, такие как Спартак, ЦСКА, Керек, Грозный, выходили наши команды для участия в этих соревнованиях. Несмотря на активную поддержку отдела спорта, существует ряд проблем, требующих решения. В первую очередь это отсутствие спортивного зала для занятий в осенне-зимний период. Выход в тесном сотрудничестве с директорами наших общеобразовательных школ. Мы заключили с ними договора, и это вторая, седьмая, девятая, четырнадцатая, пятнадцатая школа. То есть мы рассредоточились по всем районам города, чтобы максимально обхватить как можно больше детей занятием спортом. С десятой школы-интерната у нас заключена договора сотрудничества, тоже она пойдет на встречу. Воспитанники школы показывают высокие результаты и двигаются дальше, поступая в училище Олимпийского резерва, спортивные клубы и Академию имени Виктора Понедельника. Главное в работе учреждения – взаимодействие с отделом спорта, управлением образования и Азовской городской федерацией футбола, благодаря которому спортсмены занимают прессовые места. Очень тяжело решать все вопросы, которые необходимы для организации проведения этих мероприятий. Огромное им спасибо за то, что у нас вот так складываются отношения не только в жизни, но и в спорту. Олеся Слынько, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо.Спорт. На базе школы номер 15 состоялся ежегодный турнир по волейболу среди учащихся образовательных учреждений города Азова. В памяти Георгия Курдюмова. Ставший традиционным турнир города Азова по волейболу в памяти кавалера двух орденов славы ветерана спорта Георгия Курдюмова стартовал в спортивном зале школы номер 13. Данный турнир стал связующим звеном между поколениями. В этом году Георгий Курдюмов отметил бы свой 90-летний юбилей. Разведчик в годы Великой Отечественной войны, спортсмен и организатор спортивных мероприятий на судоверфе оставил в сердцах Азовчан добрую память. Главный организатор, который до нынешнего времени все свои спортивные идеи и волейбольные умения переложил на подрастающее поколение. Цель этих мероприятий, во-первых, патриотическое воспитание, чтобы никто не забыл наших героев, которые освобождали Россию от захватчиков, популяризацию здорового образа жизни среди молодого поколения. Это спорт, это здоровье, это значит здоровье нации. Данный турнир подготовили и провели представители администрации города, Департамент социального развития, отдел по физической культуре и спорту, Управление образования, спортивный комплекс имени Лакомова и Городской совет ветеранов спорта. В турнире приняли участие 8 команд, учащихся школ города. Борьба за переходящий кубок и первое место была упорной. Первенство одержала команда школы номер 11, финалистами стали участники турнира школы номер 15. Валентина Сираж, Людмила Улихина, Азов, Инфоспорт. Это все о спорте. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова